Всем привет и слава Украине. Передача новости Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Вазадзе, и сегодня у нас традиционный звездец Мангусту, хорошо знакомым и любимым вами Миша Самусел. Привет, Миша, рад тебя видеть очень. Гелла, привет, героям слава. Сокартвелла с праздником, Днем Независимости. Спасибо. Переможему. Переможему. Переможему и, Миша, сразу же задам тебе такой вопрос. Мы, конечно, рассмотрим ситуацию на фронте и все остальное, но вот скажи мне, ты же за мир? Конечно. Не, ну дело в том, что украинцы это вообще самая мирная нация на самом деле, если посмотреть в историю. Абсолютно, и недавняя история в этом убеждает нас особенно. Вот даже Путин, Гелла, смотри, вот он смотрел же на эту карту, да, где России нет. На самом-то деле там России нет. России нет, да и Украины. Там Московия написано, а написано Украина страна казаков. Самая мирная страна была. Как бы все профессионалы, все профессиональные солдаты, и никто, как бы, не возражал, что вот, а Путину показалось, что ее не было этой страной. Ну да, но в данном случае не только Путин, но и умирающая империя, в общем-то, дорого платит за то, что, и заплатит за то, что ему что-то там показалось. Но дело не в этом, дело в том, что я все чаще и чаще слышу ум, на самом деле это мы услышали в первую же неделю войны. Вот неделя прошла, они поняли, что они у них фиаскали. как долго я подыскивал слова от фиаскались от фиаскались и в силу этого уже тогда начался первый разговор о том что вот неплохо бы мир ну мир конечно на наших условиях на их условиях давайте продиктуем какой мир нам нужен потом эти условия менялись постоянно а украины эти условия никогда не менялись вот вот здесь переполох суета вокруг кота по поводу статьи был опять заморозка что можно вообще замораживаемся опять по поводу вот этого сценария я в том числе не помню пару месяцев назад участвовал таком закрытом брейсторминге с немецкими коллегами и там действительно мы разработали четыре сценария по моему уже об этом говорили победа украины победа россии заморозка и бесконечная война естественно второй третий четвертый сценарий по как выводы после этого брейсторминга это российские сценарии то есть заморозка это минск это это возможность россии взять передышку накопить ракеты накопить войска провести мобилизацию подготовить еще пару миллионов войск в этот же момент что происходит в украине что происходит на западе на западе конечно же прекращается помощь ну зачем рамштайн-коалиция если все уже как бы идет ведь любой любая заморозка должна предполагает какой-то рамочный документ которым стороны там обязуется куда-то смотреть переговариваться и достигать какого-то взаимопонимания ну какой рамштайн какие в 16 о чем речь и естественно в украине что происходит а в украине происходит раскол общества причем не по не пополам далеко и радикализация может происходить в очень скажем так неожиданных местах во всяком случае президенту зеленскому будет очень тяжело естественно его могут снести если он согласится на такие скажем откровенно на на эту заморозку на которую нет я думаю не согласиться но вот если мы гипотетически видим что зеленский вдруг встречается с путиным подписываться какую-то заморозку и вот поехали в украине начнется фактически то что хочет россия внутренняя скажем так внутренний конфликт возможная гражданская война на что россия очень надеется и развал опять украина то есть это разморозка заморозка разморозка это же опять гибридный сценарий развала с военным способом облажались а вот вот этот гибридный способ вот это раздел на 4 украина на 3 украины на три сорта и так далее это все старая песня которая идет с незапамятных столетий как нас делили и в новейшей истории мы это проходили уже начиная в 2004 год когда первый майдан был точно также выбрасывались эти темы раздела и так далее в европу с россией не пройдет не пройдет сколько бы wall street journal не брал денег я не знаю у кого писал эти идиотские статьи нету уже такого не будет мы не согласимся на деноцификацию потому что я не хочу деноцифицироваться и я думаю 99 процентов какие-то мазохисты есть но кто но не хотят украинцы деноцифицироваться после того как эти идиоты тут прыгали по лесам и убивали украинцев ну как можно на это пойти это это одно дело они как бы там зеленые человечки и там бегали и брали нас расплох заставали когда у нас тут действительно не было ни руководства страны не возможности противостоять но сейчас этого уже не будет сколько бы не писали сколько бы не заказывали кремлевские вот этих статей но это хороший симптом вот чем больше wall street journal политикой все остальные публикуют таких статей это означает что мы делаем все правильно что f-16 несмотря на все эти статьи идут все войска оснащаются готовятся и тогда значит очень важный момент очень интересный момент использования вот их самых инициатив москвой в гибридной войне кто-то это понимает кто-то это небо и надо сознательно кто-то этого не понимает вообще самым любимым аргументом было люди умирают люди умирают поэтому я за то чтобы прекратить войну на любых условиях лишь бы прекратить войну на любых люди умирают и вот попробуй возразить понимаешь чем дело мы в первые дни войны с копчаком обсуждали ситуацию когда больше было обсуждение ай-яй-яй как же ошиблась украина кто не пошла там на минск три с половиной что не пиздало автономию все остальное все остальное ведь вы как раз об этом и говорили ведь если бы все это было обязательно было бы расколы в обществе обязательно были волнения и вот под его в этой ситуации они были обязательно восколы но дело в том что у нас слава богу есть молдова как пример вот молдову додавили но не до конца правда слава богу есть еще шанс потому что план козака ну практически был подписан там ночью президент отказался в последний момент отказался его подписать если бы его подписали молдовы уже не было бы в этом плане козака и демилитаризация и нейтрализация деноцификация в том плане что гагаузия уходит приднестровье уходит какая-то конфедерация непонятно в этой конфедерации по типу боснии получается сверху еще три президента ну короче абсолютно не действует не действие способная структура которая бы позволила россии точно что у нее есть деньги есть возможность складывать эти деньги в эти деструктивные действия она бы контролировал эту территорию и превратила бы молдову в калининградскую область только на южном фланге на фланге да еще с выгодом выходом дунай выходом черное море это очень цитоическое место и когда минский минский договор был подписан но это копия плана козака там кстати козак тот же и участвовал этом составлении с тем же с тем же предложением то есть это там же не просто автономия там фактически независимое государство создавались если почитать внимательно а у них вооруженные силы свои там своя внешняя политика своя внутренняя то есть экономика своя то есть это полный полный полное движение развала украины именно через создание конфедеративных органов сверху потому что там вот это вот федерализация децентрализация так называемая именно по минске договоренностям это немножко не то что децентрализация идет по европейскому образцу поэтому слава богу что этот документ не был принят в обществе там же помнишь была ситуация когда вносился этот документ в сентябре сразу после подписания в сентябре четырнадцатого года парламент и четыре надзвардейца погибло потому что народ восстал он не мог допустить чтобы этот документ этот эта бумага была ратифицирована и после это было под давлением кстати меркель делалось там лично она участвовала этом процессе и после этого никто даже и не пробовал вносить этот документ все поняли что как только будет ратифицирован минский договор украина украину начнет трясти и слетят все и президенты и парламент и понятно что это могло быть использована россия опять же для этого в принципе все и делается то есть это как вот сейчас грузии ситуация да чтобы не делала сейчас грузия это все на пользу россии вот этот суцванг который составляется стреножиться страна гибридной комбинации в этом то и опасность как только ты делаешь шаг и позволяешь себе ввязаться в эту игру в этой игре 11 победитель один проигравший всегда как бы ты ни пытался все карты краплены в этом проблема многие это не понимают нельзя играть с россией в этом кто о чем ты говорил я почти практически уверен что если у них будет какое-то время если им дадут продохнуть тут даже если не дадут если им удастся укрепиться у себя там внутри они обязательно будут забрасывать и варианты ведь смотри варианты они следующим шагом они сейчас обязательно постараются потому что им это нужно мы да очень нужно открыть жадачи из обхазе это причем заметь ведь там какая была ситуация на самом-то деле была следующая ситуация россию должны были принимать в это у нахрена россию было принимать в этого это отдельный вопрос но американцы штанов выпрыгивали чтобы принять россию в это и загрузка это мы уже говорили об этом да вот этот идиотический в итоге в конечном итоге осталось два две страны всего которые уперлись руками говорили не ни за что и никогда это саудовская аравия у нее были свои причины и грузия грузию додавили в том плане что сказали ну вы подпишите договор о том как вот граница будет функционировать общие в принципе подпишите а потом это же ваше дело открывать или не открывать вы подпишите что там возможно там финансовская компания встанет на границе вашей государственной встанет потом на границе административная будет контролировать эти грузы и все никаких нарушений не будет додавили мишу то кстати опять таки не помогло ему остаться во власти америка на как поддерживали пиццу так и продолжили его поддерживать чтобы сменил мишу а после этого что произошло в семнадцатом году 2017 года вдруг наше правительство оформляет полный пакет юридических документов как это должно действовать тогда началась у нас такая легкая паника здесь начались уже подготовка к протестам и власти сказали ша 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 ребята мы просто подписали это как то есть они прописали уже до мелочей техническую сторону делать это же одно дело сказать что какая-то шейцарская компания будет что-то контролировать а тут подписаны все юридические документы и все об этом забыли прошло пять лет и вот сейчас уже все есть на бумаге нужно просто сказать далее это мы запускаем же это сообщение они же запустили вот эти полеты до вас не и наяву не завтра же скажут мы запустим же до сообщение ну и в общем-то а следующим шагом обязательно будет инициация мирного процесса чтобы это будет подаваться как ну вот и так же потянет нам все но вот и также оккупирован территории 40 лет и ничего не можем сделать а тут хотя бы что-то самая ситуация когда у дьявола что всегда длиннее да аргументация будет разная в том числе например это с возможности грузии ускориться в евроинтеграции ведь мирные процессы же всегда хорошо это как бы движение правильном направлении несмотря на несмотря кстати вот сегодня у меня опять же интервью было и про заморозку заморозку конфликта и там вопрос журналистки был такой тип а кому выгодно заморозка конфликт говорю всем выгодно кроме украины как всем до западноевропейским олигархам конечно же было бы выгодно если бы они получали бесконечное количество российского газа получали профит и у них бизнеса дюжал бы как предыдущие 50 лет они же даже при советском союзе эти трубы гоняли это же все а сейчас это сломали конечно же выгодно было бы если бы украина сдалась куда-то исчезла и не знаю вообще там перебили эти украинцы туда конечно же это выгодно но когда деньги они не пахнут понимаешь тут же обе большой бизнес формирует политику так далее единственное что говорю из-за того что они не знают как убедить украинцев сдаться и умереть вот это единственное что мешает вот этой красивой схеме принципе минск 12 он он по этой схеме работал в этом немножко там себе как-то гордыню свою прибейте потому что у нас большие бизнес большой бизнес большие деньги нам нужно мир чтобы на этой территории был который там украина что-то называется очень считает что ее не существует так далее именно на этом играется что дайте нам заниматься бизнесом и в этот раз просто не получилось вот украинцы уперлись и все и не хотят и нацифицироваться и они бы с радостью все это как бы с россией решили но они могут и приходится приходится им забрал то есть многим приходится изображать что они на на стороне добра но мы-то знаем что как только бы где-то мы слабину дали сразу точно так же будет сейчас грузии как только грузия скажет ну в принципе мы с готовы немножко все уже это было видно чтобы будет украина сегодня может смотреть на грузию если что может быть расписано все по годам буквально расписано все как и что может быть просто эту реакцию россиян ну более или менее у которых зачаточная в зачаточном состоянии совесть еще осталась на бучке знаешь какая была поставлена ну почему они не сдались ну пусть они сдадутся ну почему они заставляют нас вот так вот их убивать россия же не может проиграть это было еще год назад это год назад они так говорили они были уверены в этом сегодня уже ни один психически нормальный человек не скажет россия не может проиграть сегодня уже тогда это было общим местом как бы вот это вот концепция что если бы украинцы не начали сопротивляться за три дня поменяли бы зеленского убили бы его и все и вам-то какая разница кто там янукович медведчук с россии с европой да вам бы лучше хорошо типа того понимаешь ну сказали бы что вы малоросы то подписывает что я малорос живите себе просто напишите что вы малорос как раньше было вот русской империи там советском союзе есть вареники и танцевать гопак никто бы не запретил конечно более того как помнишь по моему то симонян говорила мы еще будем ходить по крещатику смотреть на красивых принцесс девушек кушать наши мужчины будут оборачиваться на крови на девушек мы будем кушать вареники и из пиват и украинских песен это она говорила буквально там через полгода уже после бучи где-то так вот какие-то вот у нее были вот такие вот ассоциации видимо она была в киеве там кушала пила но да это вкусно такие дурноватые хохлы бегают с горилкой но это это классно и танцуют и пьешь самогон сало ну не ну почему конечно классно конечно и тебя еще считают великой великой имперской нацией ну вообще супер ну да ну кстати а что а грузинам то же самое конечно точно так в зубах гвоздика в заднице горячие кавказские танцы замечательно там бино пьют да да так что тут 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 все нормально я еще раз говорю когда я слышу от мировых лидеров некоторых мирная инициатива я всегда думаю вот этот мировой лидер который с такой мирной инициативой выступает он выступает для того чтобы просто себе политические очки заработать или он правда думаешь он сумеет убедить путина вывести войска и выплатить репарации они думают можно как-то украинцев убедить сдаться ну потому что ну как вот что делает спешил инвой специальный представитель товарища си с фамилией хуей по моему да что он делает он завтра в киеве кстати вот его задача какая у него есть план да вот этот китайский первый план написано мы уважаем международное право мы говорим тут так после первого пункта уже не надо никакие просто скажите путину давайте вместе уважать международное право и территориально целостность украины на этом все закончим а он говорит нету а давайте по уважаем еще интересы россии говорю давайте только за пределами территории украины может у себя найти место вы большие страны две огромные найдите у себя место уважайте друг друга пожалуйста только от нас уйдите куда-нибудь причем тут вообще вот почему уперлись в эту украину или грузию зачем мы небольшие страны по сравнению с китаем россии нет вот мы должны учесть интересы россии вот вот на то их оказывается бедных припирает я говорю ну извините когда ничего не получится на фамилия у вас правильный товарищ спец представитель нет но это смешно потому что а еще смешнее пытаться значит пытаться сказать ну раз сша за украину значит мы должны быть против китайцам да они говорят что это ну сначала они вообще говорим и марионетки а если плохо плохо американцев значит хорошо китайцам они так говорят от войны в украине неплохо от войны в украине плохо украине и совсем плохо скоро будет россия и уже плохо россия будет совсем-совсем китайцам значит плохо они же думали им путин обещал что вот когда он украину поставить под контроль а потом договориться с немцами и другими европейцами ванвэй ванбелт заиграет новыми огнями и пойдет а в результате получилось совершенно противоположное ванвэй ванбелт ушел как бы покурить пока тут украинцы воюют и поэтому ну вот так вот опять не туда пошло абсолютно они какое-то сумасшедшее количество вабла вложили в реконструкцию российской жди и процентуры и так далее триллион уже вложен ванвэй ванбелт и на самом деле получилось что главный путь самый короткий путь самый простой путь потому что было по сути до европы у китая было две границы одна с россии другая с украины путь сказал будет одна граница конечно россия и все ну хорошо замечательно прекрасно причем с украины украины сколько точек входа железнодорожных в россию огромное количество там 5 или 6 конечно это не одна точка входа и значит соответственно замечательно прекрасно одна граница то есть фактически одна россия и потом уже ты в европе да ни с кем договориться понимаешь чем дело там до тринадцатого года китай очень сильно вкладывал не только в россию но и в украину в украину да в том числе янукович ему отдавал там большие земли под агрикалчер и они начинали уже строить ну примирялись как бы порт возле евпатории возле донузлава огромнейший порт они думали это дело действительно точкой китайским портом главным все все у них упал и самые наши к этом парадоксальная вещь была китайцам было выгодно чтобы украина получила ассоциацию евросоюз потому что мы тогда становились бы вообще у нас граница бы получалось прозрачная то есть у них и абсолютно верно говоришь у них между украина россии границы бы не было ну она как бы там была но для грузов бы не было границы так как евросоюз украина как бы движется к евросоюзу это вообще супер китай получал бы вообще отличное движение но после четырнадцатого ну как тринадцатый четырнадцатый год путин все это сломал своими вот этими аннексы и крыма и начало войны в донбассе все сломал китаец китайцы очень были обижены на него и я так понимаю что вот в двадцать втором году он пообещал китайцы что он исправит это он исправит сейчас украина будет под контролем потом из европой договоримся и сделаем то что предполагалось тринадцатом году а порт випатории опять построить и опять получилось еще хуже более того еще из-за того что провалилась эта вторая армия мира китай увидел что на самом деле смотрите американцы оказывается не спят а нато оказывается может помогать и примерил это к тайваню как-то они немножко остыли по этому вопросу честно говоря с европой нужно разговаривать честно говоря вот китайская мудрость какая-то странная у них мудрость получилась потому что по логике вещей они потеряли в украине в итоге все да да все потеряли любые планы для тех кто не в курсе мотор сич это известный достаточно завод который две тысячи семнадцатом году был была попытка рейдерского захвата китайскими спецслужбами через подставные фирмы и я так думаю моя уверенность это была российская операция в том числе для того чтобы на заводе в запорожье двигатели производились потому что завод уже китайский вывозились бы в китай там ставилась made in china и перевозились в россии да и российские вертолеты спокойно бы себе строились вывозились и к 52 летали бы себе спокойно а теперь прикинь успех операции двадцать второго года и этого бы не надо было бы делать да если бы был успех это идеальная ситуация это идеально медведчук китайцы русские это все сало грилка в принципе супер все все нравится украинцы все сломали все сломали конечно сломали почему опять таки я всегда вспоминаю пана Збышика Железинского который был прямо написал в этой великой шахтан на доске что без Украины Россия не может быть империи но это он правда писал и ты знаешь что на самом то деле вот эта агрессия против Украины прямая это же было что это было ничто иного как попытка последняя попытка последняя попытка стал жениться в свое время писал плевать на Кавказ плевать на Центральную Азию три славянские республики Россия должна объединить и потом хоть трава не расти да потом все сделаем да попытки те же самые попытки были союзное государство с Белоруссией это же проект союзное государство с Белоруссией предполагало что Украина так или иначе третья сестра она присоединится обязательно куда же она делится третья сестра Янукович бы присоединился да и все и все это было бы но опять же дело вот эта карта вот эта карта знаменитая которую два маразматика рассматривали без очков не знаю там на которой написано Украина страна казаков а России там нет там написано Московия и Крым татарский это же два маразматика но вот этот сюжет он же это же фантомные боли вот эти имперские то есть они никак не успокоятся и вот ты видел сюжет кстати с ними должно в могилу уйти тогда это все закончится потому что ну не проходит болезнь болезнь арестович латынина когда арестович спрашивает у латынина я говорю задам вам два вопроса первый вопрос чей Крым а второй вопрос чей Татарстан и чей чья Чечня ну Крым говорит украинский конечно же а насчет Татарстана и Чечни так говорит вы в данном случае непорядочно неправильно поступаете понимаешь в чем дело проблема не в том что я не знаю там арестович насколько он горячий поклонник независимости Чечни независимости Татарстана но вопрос поставлен абсолютно верно потому что ответа на вопрос чей логика главная да логика вопроса чей Татарстан зависит Россия империя или нет да если Россия продолжает оставаться империей то она обязательно просто ну логики исторического процесса будет стараться захватить и уничтожить Украину да даже я еще раз говорю она может отстать от Центральной Азии от того же даже Казахстана она может плюнуть на Кавказ махнуть рукой временно может быть но махнуть но от Украины она отстать не может ну пока она империя не может поэтому пока Россия империя Украина продолжает перестает Россия быть империей я думаю что конечно мы только помирились с французами со временем если если в России будет понять вот самопонимание то им нужно двигаться в сторону действительно возможно сначала конфедеративного какого-то устройства а потом и постепенный развод если ну то есть если это идеальная ситуация хотя хотя я честно говоря уже не верю в то что в России ближайшие там 30-50 лет есть какие-то шансы мирного существования внутри страны и без крови это невозможно слишком много всего сделано против этого Миша очень важный вопрос очень важный вопрос я я всегда говорю что я думаю что очень маловероятного развода России практически я ну я допускаю что это возможно но очень маловероятно почему потому что я не считаю что если Татарстан Чечня или Дагестан или Башкирия будут свободными и будут из состава России это развал России это не развал России нет развал России это если вот допустим Воронежская и Белгородская область друг с другом посольцы разойдут вот это развал России это я понимаю когда Татарстан ну Татарстан и Россия Татарстан а Якутия и Якутия тоже Якутия тоже Сахар огромнейшая страна богатейшая да со своими алмазами со своими со своими очень понимаешь в чем дело ну давным-давно все это сырье это ну опять-таки век высоких технологий говорит о том что а мы поделяем сырье ну конечно если вы хотите быть просто сырьевой державой и сидеть на трубе да вот это приведет опять к Путину и к новому снимать ренту да за это ну нападение ну то есть три вывода мы можем сделать легко первый вывод заморозка возможно только в случае того что если вдруг у России вдруг с какого-то перепугу получится какая-то какая-то военная победа вот а тогда и тогда что-то просто сценарий если расписать мирные инициативы что называется это равняется убедить Путина убраться и выплатить репарации по-другому это это не мирная инициатива это та же заморозка ну и наконец пока Россия не перестанет в этой империи она будет угрожать всем остальным но прежде всего Украине потому что с Украины она возьмет все остальное без Украины она ничего нет и вот сейчас мы переходим к положению как на фронте так и на в сфере поставок оружия почему Украина у России не получится заморозки да потому что это мы говорим о политике да а вот в реальной жизни происходит другие вещи да давай поговорим про землю что там у нас происходит давай про поставки оружия сначала давай про поставки оружия да это важно они же показывают на самом деле да в администрации президента Байдена могут обсуждаться разные сценарии да мы знаем настроение Салливана Бернса по поводу романтизма и романтического отношения к России и так далее но когда все-таки во время встречи G7 Байден объявляет Зеленск лично и под аплодисменты других коллег о том что самолеты F16 будут поставляться Украину это не заморозка это означает что окончательно принято решение все-таки победить Путина и уничтожить этот режим за счет того что Украине предоставить уже скажем так последний аргумент авиация потому что еще один ну можно ракеты там агаб с дальностью 2000 км но это уже такое это уже как бы барство такое это чересчур то что нам нужно это действительно было поздравление с этим поздравление с коронацией было прикольно от ВСУ видео тогда спасибо вам вам за это показывают один вид вооружения спасибо за это показывают один третий второй потом третий спасибо и вооружение показывают и мы надеемся что скоро вы нам подарите и это и авианосец это была шутка в каждой шутке есть доля шутки да авиация уже есть носец я думаю тоже появится тем более что украинские морские дроны сейчас я думаю выходят на первое место уже в мире по эффективности кораблик бахнули не знаю его русские не показывают пока но надеюсь что борт ему повредили а кораблик очень важный это разведчик которых только два вообще в составе ВМФ России то есть если говорить о логике процесса в реальности что нам передают какие вооружения сколько это конечно же противоречит статьям Wall Street Journal и других о заморозке потому что никакой заморозки не может быть когда передают F16 это совершенно противоположный процесс что касается на земле происходящее очень интересное событие например БНР мятеж Белгородской области Белгородской народной республики это очень интересная штука Украина конечно же к этому не имеет никакого отношения но если говорить с теоретической точки зрения если оценивать что же происходит в стратегическом плане на поле боя я считаю что мятеж в БНР это один из элементов в том числе подготовки наступления вооруженных сил Украины почему потому что в эту же картину вкладывается система происходящего и в Бахмуте где российская армия как будто бы достигла успеха но в результате они уперлись рогом в тупик Вагнера убегают туда бросают десантника в это время украинская армия окружает Бахмут потихонечку занимает господствующие высоты и наносит артиллерии поражение тем самым свежим десантникам которые туда заводятся в результате создается ситуация когда в Бахмут нужно вводить новые регулярные войска потому что Вагнера вышло несколько тысяч человек значит логически нужно откуда-то взять регулярные войска и их туда бросить а для того чтобы закрыть границу в Белгородской области и других приграничных областях потому что оказалась граница абсолютно прозрачная заходят колонны каких-то русских добровольцев проводят там действия куда-то исчезает возвращается и так далее это империя все таки я кстати давал несколько комментарий сейчас арабским каналам они не могут искренне понять что происходит великая империя супер держава вторая армия мира и вдруг какие-то повстанцы ходят они же вот они же прямо линейно переводят какие-то rebels куда-то ездят они не могут понять а украина есть к этому отношению нет как это может быть говорю ну вот так это гибридная война вы ничему не верьте просто на самом деле к чему я веду что ситуация в БНР ну мы же знаем что происходит в таком случае в Кремле случается истерика с криком меня не интересует как вы будете этот вопрос решать закройте границы чтобы закрыть границы нужно несколько десятков тысяч человек где их взять естественно генералы которые хотели бы сохранить погоны и лампасы они естественно заберут это с фронта но они же не могут их сформировать быстро это надо месяц два месяца чтобы сформировать нормальные войска и туда отправить поэтому я думаю что это все сделано вот эти все действия как в Белгороде так и в Бахмуте в частности для того чтобы Россия сама переформатировала оборонительные рубежи на юге в том числе забирала оттуда войска и отправляла резервы в БНР и на Бахмутском направлении и это является элементом формирующей операции однозначно потому что идут сейчас и удары их просто в прессе не видно но идут удары Storm Shadow сегодня был по Мариуполю и по другим направлениям выбивается просто логистика вода с боеприпасами штаб-квартиры ихние штабы и личный состав то есть это все очень интересно я думаю что мы приближаемся к тем дням когда будет уже заметно в том числе и более активная работа наземных сил которые явно накапливают сейчас боеприпасы накапливают мощную мощь бронетехники переданной западными союзниками и все это будет именно активизироваться уже в ближайшие дни ну ты знаешь что вот вообще логика России не напоминает логику мордоворотов из анекдота знаменитого когда идут два мордоворота на встрече идут евреи ну здоровый парень нормальный и тут один другому говорит давай этого евречку можно наделать а если он нам а нам то за что вот они сейчас получают и не понимают нам то за что они не думали что эту игру в эту игру могут играть и другие и нас там нас там нет тоже могут играть другие а не только они причем на самом то деле даже о том что РДК купила оружие в военторге Украина не будет говорить нет нет дали дали конечно дали ну как не дать людям которые хотят освободить свой дом а да но тут видишь что мне нравится это вот очень эффективная информационно-психологическая работа то есть весь этот весь этот ком непонятной информации на примере арабов я же говорю они искренне не понимают что происходит как великая империя какие-то белгородские области какие-то повстанцы на БТРах катаются они не могут это понять и например с кораблем да информационно-психологическая работа Канашенков пишет и говорит что кораблем ничего нет все супер украинцы ждут сутки и выкладывают естественно видеоролик прямо с борта беспилотника который врубается в этот Иван Хурс дальше Канашенков говорит нет все нормально не было никаких повреждений дальше сегодня публикуется видео уже с другого с другого средства скажем так контролировать который контролировал удар и там видно и взрыв и пожар на корабле явно есть там повреждения возможно не критические согласен что там в корму удар был не по уровню энергетической установки но по корме то есть два раза в лужу посадили нормально и что мне здесь нравится именно вот по белгородской области дело в том что это опять же я чисто теоретически никаких никакого отношения все все персонажи выдуманные то есть вымышленные то есть силы специальных операций украины помогали создавать британцы и американцы и у них понятие сил специальных операций это не советский спецназ головой кирпич разбил и побежал дальше с криками это у них ИПСО занимает ССО очень значительная вещь очень значительная то есть проведение любой операции оно сопровождается очень мощными ИПСО и вот сейчас если мы смотрим на арабов то они это ощущают очень мощно то есть очень удачно эффективно идет работа именно вот ну мне очень нравится честно говоря это качество выполнения В России постоянно что-то взрывается что-то горит но мне сейчас могут сказать в России большая страна там постоянно что-то взрывается чтобы горит но раньше они говорили что взрывается из-за того что курят курили не в положенном месте а теперь уже курили не тут ни при чем сейчас уже ничего не говорили потому что ну опять же мне нравятся русские в их информационном с личным операцией ты видел генерала который ходил руководил БТР видео не видел это обязательно посмотри это короче фонд пропаганда русских против вот этого всего бардака который происходит в приграничных районах Белорусской области показывают генерала генерал-полковника который идет по дороге один машет руками с криком за родину я не шучу за родину едет БТР и за ним бегут где-то 10 солдат ну где-то командир отделения фактически и он орет перейти дорогу перейти дорогу и самое интересное по-моему половина солдат переходит дорогу половина солдат не переходит дорогу но генерал идет дальше с криком за родину то есть он даже не добился выполнения этой команды это это смотрится как уже просто апофеоз великой армии причем это все происходит в полный рост куда-то они идут с этим БТР это просто это это феноменально это это русский кинематограф видимо хотел показать как российская армия защищается вот этих всех повстанцев или а украинских националистов пардон то есть это это просто это просто венец если если они хотели показать мощнейшую русскую армию им это удалось это это было феноменально само собой само собой ну что что можно сказать можно сказать только одно что у них все вот так будет получаться поэтому все разговоры про заморозку нет мы можем еще поговорить конечно же все разговоры про мирную инициативу мы тоже об этом можем поговорить и ну просто пожалуйста не надо рассказывать про то что люди умирают люди умирают потому что их убивают и убивает их Россия российским оружием российские военные конкретно которые выполняют преступные приказы российского же руководства вот я кстати прилетел в Днепр С-300 в больницу и там огромное количество сейчас жертв вот и это ужасно и тут о какой заморозке может идти речь сегодня ночью например над Киевом опять сбивали ракеты шахеды и так далее но какая заморозка и когда меня спрашивают а вот в белом доме обсуждают заморозку я говорю ну пусть обсуждают пусть приедут сюда и мы обсудим и заморозку и перезаморозку и перезагрузку и перегрузку с этой кнопкой все это можно обсуждать мы же все помним у нас очень хорошая память в белом доме обсуждают и будут обсуждать сценарий войны лишь бы они и сценарий войны и сценарий скажем так другие варианты все будут обсуждать я в этом не сомневаюсь но воюет не белый дом воюет украина на которой на кону стоит просто жизнь поэтому пусть расслабиться и получают если не удовольствие то хотя бы какой то с каким то интересом за всем этим смотрят потому что по другому я не могу это рекоментировать это странная картина когда об этом будут разговоры хотя я разговариваю слова мир мирное урегулирование и так далее это самым принципиальным борцом за мир во времена моего детства был кто Советский Союз так как Советский Союз боролся за мир так никто не боролся и лишь несколько американцев я помню там были фамилии я не помню там как их звали был Хайдеггер который голодал 365 дней мужик голодал голодал пока он сидел вот возле белого дома он голодал потом шел домой ел ложился спать потом приходил опять голодать ну и так далее и голодал он за заяви да голодал подождите не Хайдеггер так по-другому его звали Хайдеггер а? не по-моему Хайдеггер его звали доктор не я уже позывал там была какая-то девушка пионерка да которая приезжала в Советский Союз девушка пионерка погибла саманта 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 пауэлл что ли нет саманта саманта пауэлл саманта фокс нет ни та ни другая саманта фокс тоже приезжала да уже по-другому да девочка погибла жалко ее да напомнила когда Суфина погибла со своим отцом но в общем то да в общем то да вот только несколько американцев поддерживали единицы какие-то а это военщина да вот я помню кстати мы вот не обсудили одну тему ядерное ядерное оружие в Беларуси я думаю сейчас то же самое ФСБ будет организовать такие же пацифистские движения в Европе особенно там Германии Франции как они организовали это в 80-х годах в 70-х конце против ядерного оружия в Европе что это все вот вынуждает Россию это провоцирует уберите американцев уберите НАТО НАТО ВОН и так далее это все будет вот скоро я думаю что начнутся протесты не такие возможно как в 80-х годах но я уверен что уже пацифистские движения организовываются и кстати да когда я начал только активно эти социополитики это были конец 70-х годов прошлого века тогда главной пугалкой в этом ядерном оружии была нейтронная бомба и была нет нейтронной бомбы нет нейтронной бомбы нет нейтронной бомбы это была главная да першинге вон нет нейтронной бомбы и да и першинг 2 вот эта ракета першинг 2 то есть вот это вот да я тоже помню в детстве и как там с этим именем ложился и с этим именем вставал потому что вот это першинг 2 першинг 2 и все мы переживали в детстве за эту ракету честно говоря я не понимал что это но очень переживал за нейтронную бомбу вот ничего ничего приятного кстати у нас уже остается немного времени даже таки вспомним знаешь почему Гитлер не применил химическое оружие почему а все очень просто тогда ведь вот вот тогда во время второй мировой войны действительно были налеты так налеты 500 самолетов 700 самолетов там 85 процентов Гамбурга уничтожено там черное небо там налет в налете на шкоду заводы шкода участвовало 500 самолетов 500 можно себе представить это рой причем там были тяжелые бомбардировщики но когда Гитлер собирался по разведданным применять ядерное оружие против Советского Союза два раза во время Сталинграда и во время Курской дубни и против кстати собирался применять в Италии против итальянцев когда итальянцы перешли на сторону союзников батольных и так далее все три раза по закрытым каналам немцам сказали что ребят если вы примените где-нибудь это химическое оружие следующие самолеты приметят уже с химическим оружием то есть можно можно представить эффект от этого всего поэтому ну ведь я же отказался вот то же самое с Лукашенко и Медведевом которые хихикают над ядерным оружием но я думаю что сигналы русским давно послали кстати сегодня Медведев ты же видел что написал ты видел что сегодня Медведев написал или сказал что если Украина получит ядерное оружие мы применим его в ответ А, превентивно применим. То есть уже абсолютно верно. Ну да, если Украина станет ядерной страной, то, конечно, мы тогда можем обсуждать. Но это уже что-то новое, потому что до этого же они стращали нас, что они вот сейчас применяют на оружие, если будет, например, какие-то заварушки в Белгородской области. Заварушки произошли, и что? Ты же понимаешь, что я же эту историю по поводу химического оружия неслучайно рассказал. Вот так оно и бывает. Так ему и объясняют, что ребята, будете вы применять, будете вас применить. И после этого всякая охота применять. Применялки нам... Особенно белорусов здесь прикольно. Белорусов вообще на чужом беру похмелье. Хотя такая его вообще прикольная вещь сказала, что, мол, типа, у них же уже общее ядерное оружие. Да. Потому что сразу же Шойгу... Ну, во всяком случае, он прав. С юридической точки зрения ответственность общая. Ответственность, несомненно. Но Шойгу и Герасимов тоже начали говорить, не-не-не-не, это наше ядерное оружие, это мы его контролируем. Только, пожалуйста, белорусы тут не... Белорусские партизаны с ядерными ранцами. Я скажу так, что большой вопрос... Большой вопрос... Все-таки в Белоруссии, да, там есть куча российских войск, все-таки на территории Белоруссии. И в чьих руках окажется это ядерное оружие, в конечном итоге тоже большой вопрос. Ну, если вдруг... Если кто такое делал, то не спрашивает. И последний еще нюанс такой, по поводу поставок оружия, по поводу этого самого. Я в свое время писал, что был Рамштайн, на котором не дали в Украине боеприпасы. Потом был Рамштайн, на котором не дали артиллерию. Потом был Рамштайн, на котором не давали... Долго не давали системы ПВО. Не дали. Не дали. Потом был Рамштайн... Помнишь, сколько было разговоров? Потом по поводу танка. Не дали танки. Не дали танки. Танки не дали... Все, танки там... Танки это только вот к концу года кто-то получит. Сейчас был, очевидно, был Рамштайн, на котором не дали авиацию. И все обсуждали, что уже авиацию точно не дадут. Но еще не дали в Украине. Ну, не считая авианосцев. Да, авиацию дали, нужен еще авианосец. Не дали атакамсы. Это ракеты 300 километров. Но, слава Богу, атакамсы уже договоренность есть уже дают. Нет. Атакамсы нет. Это политические ракеты, которые можно применять с Хаймарсов. Но зато у нас есть Storm Shadow. 300 километров. Авиационные ракеты, крылатые, супер, отличные, эффективные. Они работают уже на поле боя, поэтому еще поработают и по Крымскому мосту, я думаю, с удовольствием. Не дали атакамсы, не дали тамагавки. Это крылатые ракеты 2000 километров. Я думаю, что к этому мы придем. Дело в том, что в июне... Хешель 2, Украине бы тоже не помешал. Хешель 2, да. К этому мы тоже придем. Дело в том, что в июне будет саммит Вильнюса. Сейчас большие дискуссии идут. Какая формулировка и какие могут быть сделаны предложения Украине. Мы, например, предлагаем, чтобы Украине все-таки предложили начать переговоры по вступлению в НАТО. Как это делается с другими странами. Финляндия, Швеция, чем... Финляндизируем Украину. Финляндизация Украины, причем, когда Киссингер это имел, например, пять лет назад, он имел совершенно другое. Он имел в виду демилитаризация, нейтрализация, ну, почти план Путина. Сейчас получилось как-то вот парадоксально. Финляндия... Финляндию сначала украинизировали, теперь уже нужно финализировать опять Украину. То есть мы как бы движемся в таком интересном танце с Финляндией и движемся, кстати, в правильном направлении. Абсолютно. В абсолютно правильном направлении. Я еще раз говорю, чего только не дали, чего только у нас нет. Этого у нас нет, того у нас нет. Ну, чего только не дали Украине. Это дали, то дали. Как раз самое время поговорить про заморозку. Я вообще считаю, что про мир, про заморозку, про мирные переговоры надо говорить. Не про... Не переговоры вести, а говорить про переговоры. Надо. Говорить. Надо все. Потому что мира, честно говоря, очень хочется, потому что война задолбала. Но, извините, русские просто должны куда-то просто собраться и уйти к себе. Когда мне говорят, что вот мир же, это же хорошо, это так. Я говорю, да, да, хорошо, я говорю. Нужно просто, чтобы вооруженных граждан Российской Федерации не было на территории, герой, признанной территории Украины. Все. Точно. Все просто. Для того, чтобы это... И тут, как правило, следует, мы додожим за это. Не сомневаюсь, что мы все за это. Договоримся. Тогда договоримся. Мы все за добро. Мы все за добро. И, пожалуйста, вот эти разговоры в пользу нищих по поводу того, опять, к истории Второй мировой войны. Почему в 44-м году лент-виза было гораздо больше, чем в 41-м году? Ну, там было несколько обстоятельств. Одно из них, это то, что, да, к этому времени поняли, что Советский Союз побеждает, и поэтому это оружие не достанется врагу. Но было и второе очень важное обстоятельство. В 44-м году США производило оружие гораздо больше, чем в 41-м. То есть, они нарастили темпы, и уже у них было. То есть, здесь тоже очень важный момент, что этот переход, он, кстати, вот то, что произошло, тоже переход у Крыльевской армии на стандарты НАТО, и переход на военные рельсы экономик Запада, тоже очень сильно впечатляет. У меня лично очень впечатляет. Конечно, конечно. Кстати, на этот переход очень сильно тревожно смотрит Китай. Потому что он никогда не думал, что Соединенные Штаты будут такими темпами наращивать производство высокотехнологического оружия, с которым Китаю очень тяжело бороться. Они-то думали, что Запад загнивает, а он, оказывается, повернулся в другую сторону, и через один, два, три года вообще говорить не о чем. О каком Тайване можно будет говорить? Совершенно не в тему будет разговор. Я думаю, что Китаю уже, наверное, уже сейчас нельзя говорить. Да, да. Ну что ж, в основном верим за собой славу Украине. Героям слава. Спасибо, дело. Субтитры создавал DimaTorzok